Российский эксперт Михаил Беляев. С армянской стороны после прихода к власти Никола Пашиняна наблюдается максимальное ужесточение позиции, несмотря на относительное затища на фронте в первые два года его премьерства. Ереваном за это время было выставлено несколько громких условий. Участие так называемого НКР в переговорах в качестве полноценной переговорной стороны. Публичный отказ властями Армении от формулы территории в обмен на мир. И наконец, известное заявление Пашиняна, что Карабах это Армения и точка. В ответ в Баку задаются риторическим вопросом, о чем нам вести переговоры с Арменией. Сегодня в Азербайджане на высшем уровне заговорили о необходимости проведения наступательной дипломатии. Видимо, недостаточно соответствовавшего поставленной задачи Эльмара Мамедьярова президент Алиев отправил в отставку, назначив на его место Джейхуна Байрамова, который на днях совершил ознакомительный визит в Москву. Последний тренд, просматриваемый в заявлениях азербайджанских дипломатов, сводится к следующему. Вести переговоры без субстанции Баку не намерен. И любые встречи должны строиться вокруг конкретной повестки, а именно деоккупации азербайджанских территорий. Впрочем, проблема не ограничивается тем, что сегодня позиции сторон геометрально противоположные и взаимоисключающие. Переговорная повестка попросту отсутствует, а сопредседатели минской группы ОБСЕ фактически самоустранились из процесса под предлогом пандемии. Параллельно Армения активизировалась в вопросе незаконного заселения оккупированных территорий, завозя туда семьи ливанских армян, пострадавших после взрыва в порту Бейрута. До того были тяжелые июльские бои, которые, согласно Сергею Лаврову, своими действиями спровоцировала именно Армения. По его словам, столкновения были вызваны решением армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 километрах от экспортных азербайджанских трубопроводов, которые запустила маховик противостояния на границе. Это решение вызвало повышенное беспокойство Азербайджана и неоправданную ответную реакцию Армении. Вышесказанное подводит нас в довольно безутешной картине. Переговоры сорваны, фундамент для их продолжения разрушен, публичное пространство перегрето и провоцирующие действия одной из сторон конфликта не прекращаются. После июльских боев в регионе повисла устрашающая тишина, нарушаемая лишь интенсивными военными учениями сторон конфликта. И сегодня главный вопрос, кто же нарушит это затянувшееся молчание? Дипломаты или пушки? Подытожил эксперт. Эксперт. Армения не хочет деоккупировать захваченные районы. Российский эксперт констатирует, что к переговорам Ереван возвращается вынужденно. Скорее всего, под давлением России. Но от своего желания вечно удерживать азербайджанские земли он не отказывается. Отправка женщин в ополчение – это признание слабости армянской регулярной армии, на которую у армянского премьера больше нет надежды, заявил заместитель генерального директора Федерального информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Андрей Петров. Комментируя прохождение гражданской женой премьер-министра Армении Анны Акопян курса боевой подготовки на оккупированных азербайджанских территориях. Незаконная поездка 15 армянских женщин во главе с Анной Акопян на оккупированные территории Азербайджана ради прохождения военной подготовки, на мой взгляд, является частью промоушена новейшего военного проекта Никола Пашиняна добровольного народного ополчения. Недаром жена премьер-министра вывезла участниц организации «Женщины за мир» в Карабах учиться стрелять по азербайджанским солдатам и мирным жителям в тот же день, когда Министерство обороны Армении озвучило предложение создать ополчение якобы в подмогу регулярной армии, заявил Петров. По его словам, подобные акции премьер явно хотел показать пример армянским гражданам, даже в некоторой степени взять их на слабо, что в ополчение готовы и хотят вступить женщины, а значит и мужчинам стоит уже записаться в добровольцы. Масса фотографий, опубликованных самой Акопян, буквально кричит об этом. «Ну что же вы, мужчины, мы уже здесь и добровольно помогаем армии удерживать захваченные территории Азербайджана. А вы где?» – подчеркнул политолог. Эксперт также указал, что озвученному буквально накануне заявлению Министерства иностранных дел Армении о желании вернуться за стол переговоров, причем уже без требований об изменении формата мирного процесса и об отказе от существующих документов данная рекламная акция ополчения противоречит напрямую. Очень характерно, что и то, и другое попало в информационное поле в один день. Из их сочетания можно заключить, что к переговорам Ереван возвращается вынужденно, скорее всего под давлением России, но от своего желания вечно удерживать азербайджанские земли он не отказывается. Обучение Анны Акопян в стрельбе из автомата и винтовки рассчитано на внутреннего армянского зрителя. Современные власти Армении традиционно не задумываются над международными смыслами своих поступков, но они, тем не менее, тут совершенно ясные. Ереван не хочет деоккупировать захваченные районы Азербайджана и прилагает все больше усилий к их удерживанию, видя, как растет мощь азербайджанской армии. Отправка женщин в ополчение – это ведь признание слабости армянской регулярной армии, на которую у Пашиняна больше нет надежд, пояснил Петров. Говоря о возможных осенних переговорах между представителями Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, эксперт выразил мнение, что стороны будут исследовать вопрос, насколько изменилась общая ситуация и прежде всего, насколько Армения более не может позволять себе затягивать процесс. Баку будет выводить переговоры в практическую плоскость, а Ереван стараться избежать этого. Как обычно, но в первую очередь будет тестироваться подвижностью регулирования. Просматривается ли в нем динамика или нет? Если нет и Армения продолжит выхолощивать повестку, тогда вполне вероятна эскалация конфликта. Причем ее произведут сами армянские власти, чтобы потом заявить, что Азербайджан, не добившись своего на переговорах, прибегает к военной силе. Впрочем, если динамика появится, бдительности тоже терять не стоит. Ведь любые поражения на дипломатическом поле Ереван может попытаться отыграть на поле боя, резюмировал российский эксперт. Всем удачи и помните, что вместе мы сила!